Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Старшиня Совета Республики Наталья Качанова Подзначила важность зворотной совязи При обмерковании новых нормативно-правовых актов Это позволяет оценить свою часовость принятия документов Их уздеяние на громадство и эффективность працы Самое главное в работе депутата и вообще в работе с людьми Это диалог, который мы должны выстраивать, мы должны слышать людей, мы должны видеть их проблемы В нашей стране налажена система стабильных и эффективных взаимоотношений между органами местного управления и самоуправления По большому счету они дополняют друг друга По выниках референдуму особная роль отводится усебеларускому народному сходу И он повинен стать стабилизующим органом с широким проставництвом Все лето белорусская чугунка под впливом широкого факторов працуевания простых умовах В первую очередь тяжкостей додало порушение логистичных совязей Пришлось шукать оптимальные решения Однако чугуночная глина успехово с ними справляется До гонорового 160-го юбилея компания подошла уповнена Протяг темы в сюжете Наталья Игнатенко Работники Сталевой магистрали уносят важкий укладу развития транспортных взносин По межгородами и регионами республики за межными краинами И працовать национальному перевозчику все лето доводится у непростых умовах Оленя, глядяши на санкции, запершая по угодде станциями Гомельского отделения Отгружено больше 7 миллионов тонн грузов, перевезено 16 До конца года гэтая личбы будут ясче больше нушальными За поспехами целой холины стоят особистые перемоги кожного зьяе-продставников Каждый, кто здесь работает, он любит свою работу Это был осознанный выбор И именно это до сих пор нас всех здесь держит Это любовь к родному предприятию Каждый чувствует какую-то долю ответственности за результат Ну и династию У меня отец отработал всю жизнь на железной дороге И сестра работает на железной дороге Поэтому это семейная традиция в какой-то степени Наверное, каждый из ветеранов, которые здесь сегодня присутствуют Но не только ветераны Вот доля наша в этих 160 годах Четвертая часть Каждый на своем рабочем месте Кто-то был машинистом, кто помощником, кто руководителем Но каждый вложил вот эту долю своего труда в эти 160 лет Не только разведем перспективных направлений в грузоперовозах Живе сёння белорусская чигунка Иде постоянная и карпатливая праца По поляпшенне якости перевозок пассажиров С пожилцам повинна быть зручно и комфортно У сего в первом полгодзе 2022 года Послугами чигуночного транспорта Скорастались амаль 4,5 миллиона человек Со станции Гомельского отделения Отправлено больше 800 тысяч пассажиров Праца у чигуночного линейня простая и одночасово вельми романтичная Романтика – это когда падает снег на поезда И с окна смотришь, это красиво, конечно А так вообще это не романтика, это работа ответственная, серьезная Это достойно работать на таком большом мощном предприятии У нас станция Барбаров – это очень большая организация Которая делает очень большой объем работы для отделения дороги Поэтому это ценно, я этим горжусь Каким должен быть человек, который хочет гордо нести звание железнодорожник? Ну это должен быть человек строгий, уверенный в себе И обладать большим количеством знаний В следующем году мне 30 лет, как я на Белорусской железной дороге Я начинал в 90-х годах проводником пассажирских вагонов На сегодняшний момент я работаю в локомотивном депо Гомель Начальником производства мастера Без стальной романтики жизнь уже представить невозможно На урочистостях с нагоды 160-ти годзе кампании Неодноразово подкресливалася Дяка учи отказному подыходу профессионалов до своих обовязков Чигуночный транспорт застается самым надейным и комфортным Славные традиции многих поколений протягивают последовники Сегодня белорусская чигунка отыгрывая важную роль у жития громадства И развития экономики краины Кожный работник стальной магистрали годно несет звание белорусский чигуночник Лепшие представники, почав святкование юбилею, отрымали галиновые и профсоюзные узнагороды Наталья Игнатенко, Яугин Макенко, Александр Чернышевич Телерадио Компания Гомель Новое житие на белорусской земле Коли 900 человек, которые селита прибыли на Гомельщину из Украины Уже отрымали белорусское громадянство И коля 600 вид на жихарство Семья Елисеевых из Луганска приехала в Гомель на початку соковика Поспели полностью уладковаться, отрымать жилье И наводчакать пополнение у семьи Огромное спасибо всем, кто к этому причастен Выделили квартиру на Мазурово, трехкомнатную, от УВД Оставаться будем здесь однозначно Во-первых, возвращаться некуда Во-вторых, мне тоже здесь нравится намного больше После 2014 года, после Майдана, в стороне упадок Страна плавно катилась к дну В плане работы, экономическая ситуация очень тяжелая Молодежь выезжает в Европу, рабочие заводы закрываются, рабочих мест нет Если у нас раньше, при президентстве Януковича, у нас все предприятия работали Не успевали продукцию нарабатывать Очень много работы было, хорошие зарплаты После Майдана, естественно, 90 рынков сбыта СНГ Связи разорвались, сбыта нет, заводы останавливаются, люди уходят 20 марта мы приехали именно в Республику Беларусь Прожили практически месяц в санатории Нас пригласили на границе в санатории Чонки За это время муж успел найти работу Нашли съемное жилье и перебрались Уже адаптировались, дети учатся, мы работаем Просто душой и телом все спокойно, все хорошо, нам здесь нравится В ожидании своего двойного счастья, новоселья и народжения малого Елисеевы рыхтуют документы для отримания вида нажихарства Вертаться в Украину не плануют Свято все ближе Детейшие садки и школы ладят новогодние ранешники Простовники громадских объединений робят все махчимое, как каждое дитя Отримала подарунки и веншавание Сегодня на урачистую елку у Гомельский драматичный театр Детву запросила областная профсоюзная организация Забавляльная программа для наведывальников Почалась еще у фойе на первом по версии Юным гостям пропоновали танцы, гульни и аквагрым А самые кемлевые с легкостью отгадывали загадки Под час святочного представления Детей забавляли головные герои – коза и трус А разом с Дедом Морозом у дельники свята Запалили огни на прихожуне елцы В преддверии такого прекрасного, я думаю, что в первую очередь детского праздника Новый год Хотя и взрослые любят этот праздник Делать вот такие подарки детям Постарались не оставить ни один уголок в нашей области Каждый район прислал детишек, которые воспитываются в учреждении без родителей в первую очередь Также многодетные семьи Чтобы они прочувствовали вот эту атмосферу праздника, вот эту теплоту его И мы всячески старались для того, чтобы им все не понравилось А вот за весь день у нас побывало 450 детей Добрый настрой и солодкие подарунки отримали так самые дети, что приехали на оздоровление с Донецкой области Для свята и сябровства не существует международного Интернациональная новогодняя вечерина отбылась у ГТТУ и Мясохога В мероприемстве приняли удел замежные студенты из Африки и Средней Азии Запрошение отримали и наши корреспонденты Эль-Шарбини Эль-Саед приехал в Беларусь из Египта Примерно сторона из Йемен, они могут танцевать арабский танец, это очень красиво будет Эма Тыме приехала у Гомельска Мируна Кажа, на ее родиме культурой инших краин цекавятся мало Отдаюсь перевагу национальным традициям Самоголовные новогодние звычы у Тымка б дорослые давали монету кожному дитяти, якое их повиншует Иначе злые духи будут незадоволены Тому дети ГТСвята особливо чекают В моей стране тоже празднуется Новый год Мы садимся за стол всей семьей, кушаем, поем, танцуем Святкование интернационального нового года у ГДТУ – добрая традиция Каждый год студентский актив распрацовывает программу Каб замежные юнаки и девчаты познайомились с нашими традициями и казочными героями Дедом Морозом и Снягуркой Обовязковый элемент – карагод в окол новогодней елки В университете учится больше 150 студентов из разных стран Это Средняя Азия, это страны Африки И для того, чтобы сплатить студентов, для того, чтобы рассказать иностранным студентам, что университет – это большая дружная семья Мы проводим серию мероприятий традиционных, конечно же За перемогу у новогодних конкурсах удельники отримливали солодкие призы На опушнем тыдне, а доходящего года в университете, плануется еще несколько мероприемств для замежных студентов Миколай Зайцев, Валерия Гопанько, теле Радио Компания Гомель Верующие рыхтуются до рожаства Христова У храмах з'являются первые колядные вертепы У перокладзи со старославянской мовы – это пятшора, якая символизует место на роджении Христа Первые вертепы уладковывают в католицких костелах Коляды тут существуют 25-го снежня Показывает, как первые, кто пришел к Иисусу Христу поклониться – это пастушки Они услышали пение ангела, и ангел им сказал, что вот там и там есть, народился младенец, Сын Божий Так видите, все могут принимать Господа Бога И люди простые, пастушки, и мудрецы Для всех есть открыта вера, чтобы люди осознавали Господа Бога, почитали Господа Богом, имели Божие благословление Традиция – это и уластивые и православным храмам Падрыхтоку начинают за некальки тыд неудокалят В каждом храме практически есть вертеп, в той или иной степени маленький, большой Кто как может от своих возможностей это делает Расскажу еще то, что когда был коммунистический режим В то время вертепы делать нельзя было, да и многие таинства нельзя было совершать явно Крестные ходы, все тогда было запрещено А так вот с 90-х годов практически эта традиция у нас обратно, ну не то, что возродилась Просто появилась возможность обратно к ней вернуться На территории Спаса-Проображенского храма колядные ясли, звичайно, усталевывать на улице Одразу запланованы и просторы для живел Их привязуть раз два тыдни Традиционно на коляды тут лазит театрализованное семейное свято 170 петлю за хвилину Выстава с такой назвой открылась у Центры народной творчести у Гомеле Назва экспозиции нагадывая про офицейный рекорд самой худкой майстрыхи у свете Але и гомельские рукодельницы не отстают Яны проставили увазе на ведвальника у две авторские коллекции Первая носить назву «Летний настрой» Молодый дизайнер Олена Мурова лечит, что зараз самый час рыхтовать гардероб до теплого сезона Легкие корунковые речи яна распрацовывая и вяжа минавито зимой Пробовала вязать, конечно, в детстве, но уже сознательно и именно одежду, когда вышла замуж Нужны были вещи детям, начала что-то придумывать свое, по журналам искать Ну и так все это продолжается до сих пор Жихары Гомеля и гости города засталися у захоплении от показа коллекции «Белая Русь» Аутр досвечая майстрыха Вольга Очаретная До речи творче объединение с вяжем разом, яким яна керуя, примая у всех жадающих Напереды дни новогодних свято удельники клуба вяжут теплые речи для тех, кто мает у них потребу Творческое объединение – это, прежде всего, площадка для людей, по каким-то причинам оказались, знаете, такой неустойчивой ситуацией Кому нужна какая-то компания добрая, теплая, вот это к нам А там можно научиться вязать, можно научиться другим видам рукоделия, это необязательно Но, прежде всего, с нами уютно, тепло и по-домашнему Усяго на выставе представлено больше за 50 вязаних речев ручной працы На этом выпуск завершен, усяго доброго и до встречи в эфире